Мы подготовили запуск трёх курсов. Вы можете выбрать свой пакет. Первый пакет, он о королевской осанке. Вижу, что вас тоже интересует эта тема, и сегодня немножечко давайте подробнее о ней поговорим. Есть ли связь между тем, как вы не несёте себя в жизни, и, например, здоровьем клеток головного мозга? Кто переживает и боится, что синдром Альцгеймера может зайти на огонёк? Можете поставить плюсик. Кто видит, как увядают и теряют память, теряют активность, теряют вкус жизни люди, которые значительно старше вас? Это могут быть мамочки, папочки, дяди, тёти и так далее. Кто помнит, как мучительно терял память и возможности интеллектуальные, может быть, ваш дедушка или бабушка? Вот это всё очень важно, потому что мы с вами можем повлиять на качество нашей жизни. И, как ни странно, качество этой жизни зависит от того, вы стали буквой ЗЮ или вы не стали буквой ЗЮ, вы обращаете внимание на свою осанку или нет. И вот это, да, в описании к шапке профиля вы увидите ссылочку, кого я сейчас объясню, зачем это, фактически промотивирую заняться собой, да. Там называется «Минус 15 лет». Там три пакета участников. Вот первый пакет участников называется «Хочу молодую осанку». И это, вы думаете, что это только эстетическая часть проблемы. На самом деле это не только эстетическая часть проблемы. Давайте, сегодня вот вышел пост, и ещё несколько постов будут на тему связи осанки с головным мозгом. Давайте немножечко подумаем на эту тему. Чем характеризуется взрослый человек, так скажем, давайте прямым текстом, увядающий человек, какая его шея? Какая шея у девушки 25 лет, длинная лебединая? И какая шея у барышни 72 лет? Это, как правило, укорочение шеи, смещение головы за предел вертикали. И там, где было всегда 12 сантиметров длины, становится максимум 6 сантиметров длины. А теперь вы не вы. Просто представьте, что мы с вами не мы, не люди, а мы вот эти сонные артерии. Кто-то из вас правая сонная артерия, а кто-то левая сонная артерия, а кто-то позвоночная артерия, и кто-то ещё позвоночная. Теперь представьте, мы всегда с вами лежали в таком длинном, красивом ложе, мы были ровные, длинные, как стрелы. Сердце сокращалось, и по этим шоссе без поворотов устремлялся поток крови к структурам головного мозга. Поэтому кислород всегда на месте, питание всегда на месте, мозг соображает очень чётко, очень быстро. Мы запоминаем, не знаю, огромное количество информации, мы ориентируемся сразу во всём. Боже, современный человек во всём ориентируется. Кстати, нагрузка информационная на современного человека, ну, не знаю, в разы просто больше, просто в разы больше, и мы во всём ориентируемся. Мы это умеем. А теперь представьте, помните, вы не вы, вы сонная или вортебральная артерия какого-то человека, который упустил ситуацию по осанке. И вот у него произошла вот эта вот ситуация, да, укорочение шеи. Это повлияло на всё, на то, что не сидят платья, на то, что голос поменялся, на то, что овал лица съехал, сзади растёт горб, и передняя часть шеи, ну, как бы провисает, это называется индюшья шейка. Но я сейчас не об этом, вообще не по эстетике. Мы с вами сонная вертебральная артерия. И нам стало мало места, потому что из 12 сантиметров ложи укоротилось до 6. Угадайте с двух раз, что мы будем с вами делать. Мы с вами эластичные органы. Мы с вами не можем как гармошка укоротиться, но мы с вами можем пойти вот такими зигзагами, что и происходит. И когда делают исследования с контрастом этих брахиоцепальных сосудов, видят патологическую извитость. Её, уважаемые дамы и господа, даже оперируют. Это ж как нужно себя запустить по осанке, чтобы пойти и прооперировать петлю сонной артерии. Или петлю вертебральной артерии. Вертебральной позвоночной артерии вообще не повезло. Она в костном канале находится. Костный канал, который, боковые отростки ваших шейных позвонков имеют маленькие дырочки, манюхонькие такие дырочки. Ну, собственно, когда нас учили в медицинском университете отличать кости, у нас была остеология, наука о костях. Целый год была эта остеология. Нас так насобачили отличать. Вот берёт преподаватель любой позвонок, разрозненные позвонки. Какой отдел позвоночника, какой номер позвонка? И мы узнавали. Проще всего было узнавать именно шейные позвонки, потому что у них особенность. В боковых отростках, знаете, как ниточка для иголки, отверстие для вот этой вот вертебральной или позвоночной артерии. И когда шея не на месте, то эта вертебральная или позвоночная артерия, она идёт зигзагами, она пережимается. Но теперь давайте посмотрим, что нам это даёт. Пошла артерия зигзагами. Сложнее одним сердечным сокращением дать кровь в структуры головного мозга, потому что кровь то здесь от стеночки ударилась, тут здесь, то здесь. То есть кровь не просто идёт, она ещё делает микротравматизацию сосудистых стенок. Это кошмар. Как так можно? Каждое сердечное сокращение микротравмы, микротравмы, микротравмы. Напишите, пожалуйста, чем организм умеет замазывать микротравмы в кровеносных сосудах. Наряжите, это важно. А я пока расскажу, как себя чувствуют клеточки головного мозга, когда они ждут кислород и питательные вещества, а к ним поток крови, ну не то чтобы он нарушен, но он как-то замедлен, кровь, ну не знаю, не вовремя приходит. Тогда клетки головного мозга не могут нормально питаться. Они бы взяли кислород и глюкозу, сожгли бы её в своих митохондриях, но или кислород застрял где-то, или глюкоза вовремя не пришла, и они начинают обесточиваться. И вот этот процесс, он длится годами. Мы же не замечаем. Мы же, вот скажите холестерин точно. Кто заметил, кто заметил, что с шеей что-то не так? Вот можете мне плюсик поставить. Кто вот заметил? Можете посмотреть свою фотографию выпускной школьной, или свою фотографию 25-летия, или когда вы замуж выходили в молодом возрасте. Оцените состояние своей шеи тогда и сейчас. И если вы увидите, что сейчас шея стала короче, толще, она идёт под углом горизонта, то есть есть наклон её впереди, то поставьте плюсик. Это так важно. А теперь второй момент. Вот там, где микротравматизация, организм использует холестерин как такую ремонтную мастику. Замазала я дырочку холестерином, а сердце сократилось и опять, и опять сюда же ударяет. Я опять замазала дырочку холестерином. А холестерин ещё бывает хороший и плохой. Ну, глупая градация, но в целом имеет смысл. Ладно. Тот, который плохой, он ещё и окисляется по периферии, и нужно ещё по периферии замазать. Понимаете? И так растёт бляшка. Атеросклеротическая бляшка, которая вот сосуд, кровеносный сосуд, вот такой диаметр, и тут растёт бляшка. И получается, что этот сосуд сужается в диаметре. Сначала будет только свист в ушах. Вижу два плюсика, девочки, да? Шея поменялась, да? Ну, напишите, у кого есть свист, напишите «свист». А у кого есть звон в ушах, напишите «звон». А у кого есть высокое артериальное давление, напишите «высокое давление». Вот это, это атеросклероз. Вы можете сходить на ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов и выяснить, есть ли бляшки или нет. Артерия у кого-то в виде буковки «С». Да, да. Вот это вот оно. Нет, ну можно дождаться первого инсульта. Можно дождаться атеросклероза. Можно дождаться синдрома Эльцгеймера. Но просто не понимаю, зачем. Если мы сейчас можем, смотрите, очень грубо я сейчас скажу. Вы на меня не обижайтесь. Я сама такая. Если бы у меня была возможность показать вам свою фотографию, я бы показала, какая у меня холка была невероятная. Как я ходила, как конёк-горбунок. Пока я не догадалась. Лен, это не старость. В 38 лет ведь не старость. Это давно было, мне ещё 38 лет было. Это просто нарушение осанки. Когда догадалась, мне легче стало. Понимаете? Так вот, некрасивая фраза звучит так. Пора нам достать свою шею из трусов. Грубо, да? А, знаю, грубо, грубо. Ну как ещё спровоцировать девочек со звоном в ушах убрать звон уже? Кстати, я не гарантирую. Но у меня большое количество девочек, которые говорят, Лена, я начала спать в тишине. Наконец-то я засыпаю в тишине. Нам нужно пробовать, нам нужно работать до тех пор, пока шея станет идеальной. Прямо идеальной. Понимаете, в чём дело? Так, это был первый пакет. Сейчас я упражнение покажу для первого пакета, и мы расходимся. Второй пакет. Смотрите. Нельзя сказать, что я профессионал в ручных технологиях по лицу. Но мне очень интересна эта тема. Я постоянно её изучаю. И я работаю по теории уставших мышц. Или мы с девушками ручными техниками обрабатываем каждый квадратный сантиметр лица и получаем крутые, шикарные результаты. Ну кто был на воскресенье, был прямой эфир, я показывала. Ну правда, видите, здесь невозможно показать фотографии. У меня очень много результатов фотографических, текстовых и так далее. Я очень рада, что в этом плане полезны людям. Почему я до сих пор читаю эти курсы вживую? Потому что я сама вместе с вами занимаюсь. И мы с вами переобучаем центральную нервную систему, чтобы она не держала глупые гипертонусы на лице, какие-нибудь глупые гипертонусы, которые выдают наш возраст. На самом деле. Это пакет, который называется «Хочу молодую осанку и личико». Потому что я не могу допустить студента к мелкой работе по лицу без того, чтобы он на автомате уже запомнил, как работать с осанкой. Это очень важно. Тот пакет, что с осанкой у нас работает, это в записи. Вы со мной не встречаетесь лично. А тот пакет, который по лицу, мы с вами встречаемся группой. Уже группа порядка 30 человек. Скоро закончу я уже набор, потому что много не надо, мало энергии. А много я не со всеми успеваю. Поэтому скоро заканчиваю набор. Но как до 13-го числа, у вас до 13-го числа есть возможность со скидкой приобрести этот курс и присоединиться. Вот уже где-то 30 человек есть. Мы встречаемся в зуме, и мы каждую неделю занимаемся чем-то новым. Первую неделю мы занимаемся только осанкой и шеей. Вторую неделю мы занимаемся волосистой частью головы, чтобы все стояло, блестело, чтобы был объем у волосиков, и чтобы можно было уложить любым образом. Также занимаемся лбом, чтобы он был без поперечных морщин. И будем повышать уровень бровок, и занимаемся жевательной мышцей под названием височная мышца. Скорее всего, вы видели это упражнение. Кто не видел, загляните, как называется видео. ICTV, по-моему, называется. Там есть запись этого упражнения с яблоком, который. Третье занятие. Мы работаем с круговой мышцей глаза. Здесь очень много работы, не буду подробно объяснять. Четвертое занятие. Разбираем верхнюю, среднюю и нижнюю треть носогубки, чтобы она не портила наши молодые лица. Делаем пухленькие губы, как у Анжелины Джоли. Это упражнение тоже у вас где-то есть в записи. Точнее, растирочка после этого упражнения я уже записывала, выкладывала. Пятая неделя посвящена овалу лица. Здесь очень много работы. У кого-то вторые подбородки, у кого-то гусиные шейки, у кого-то вот эти вот веревки нехорошие. Вот это вот со всем нужно сработать. И у нас будет еще шестое занятие. Мы будем дорабатывать недоработанные зоны по телу, а также паночный массаж. Вот это вот все стартует с 21 ноября, поэтому присоединяйтесь. Это будут субботы, 13.00 по Москве. И есть третий пакет. Вы со мной вместе вживую учите личиком. Мы с вами занимаемся по личику. Но также параллельно у вас будет доступ к питательным технологиям. Они очень ценные, питательные технологии. Это то, собственно, чем я занимаюсь всю свою сознательную жизнь. Это называется старости нет. Что называется? Через питание. Будет 12 занятий, они уже в записи. Я с вами встречаюсь один раз на получасовую консультацию, чтобы понять, что вы хотите по телу, что вы хотите от питания. И прикрепляю к вам свою выпускницу в нашей концепции, которая работает в старости нет. Подберу вам для вас именно вашу индивидуальную девушку. У меня есть девушки, которые умеют с сахарным диабетом работать, с высоким артериальным давлением. Девушки худенькие, стройные, которые умеют мышечную массу наращивать. Ну, в общем, разные девушки. Ну, потому что мы действительно разные. Это консультанты по питанию. И ваш консультант по питанию будет с вами связываться раз в неделю, выяснять, как у вас идут дела. Это третий пакет. На все три пакета есть сейчас скидка, которая заканчивается 13 ноября. А мы сейчас с вами проведем микропрактику. Давайте найдем трапециевидную мышцу. Где моя? Ага, я не взяла. Ну, ладно. Возьмите левую руку, положите на правую трапециевидную мышцу. Это немножечко к заде. Вот так вот. И почавкайте. Вот она. Возьмите плечко, позаводите его назад круговыми движениями. И теперь почувствуйте, что под вашей левой рукой. Под вашей левой рукой вот эта трапециевидная мышца. Когда человек мерзнет, то что он делает? Это, ну, как бы от этого не избавишься интуитивно, да? Он на самом деле напрягает трапециевидную мышцу. Он много чего напрягает. Но трапециевидная мышца, она становится прям каменной. Напишите, девушки, кто чувствует, что она каменная и даже болезненная? Кто чувствует, что она мягкая и эластичная, как пластилин? Давайте возьмем теперь правую руку и посмотрим, что у нас с левой стороны. Положите. И позаводите плечико назад. И пощупайте. Эти мышцы отличаются одна от другой. Очень стрессовая мышца. Как только замерзли, сразу она напрягается. Или был какой-то неприятный разговор. И мы сразу в позицию защиты становимся. А разговор уже прошел. А стресс-то остался. Уже руки не в кулаках, да? Но стресс остался. А теперь болезненные, да? А теперь представьте. Вы идете по улице, а сзади вас кто-то окликнул. И если у вас здесь все свободно, вы просто повернулись. Выяснили, кто это был и пошли дальше. А если ситуация такая, осталась ситуация. Вас кто-то позвал сзади. Вы не можете сделать поворот. Попробуйте. Если эта мышца укороченная, если плечо забрано вверх, если шея укорочена, вы не можете сделать поворот. И вам нужно повернуться всем делом, чтобы посмотреть, кто это там орет. Вот, понимаете, как глупо читают наш возраст. Такая мелочь. Но вот этот поворот, извините, старушечи. А этот, девчоночи. Понимаете, в чем дело? Кто понял вообще глубокую мысль, которую я сейчас продвинула? Угу. Да, Тамара поняла. Поэтому мы буквально курс трансформации лица начинаем с вот этого упражнения. Я его очень люблю и делаю везде, где только могу. Есть у меня минута, ну, две свободных. И я его делаю. Ну что, поехали? Да. Бросаем ухом в пол. Вот так. И посидите немножечко. Вы знаете, вот эти упражнения, которые по шее, по лицу, они такие медитативные. Это не кач. Это переобучение центральной нервной системе. Сейчас я будете делать, я буду рассказывать, с каким диалогом мы обращаемся к центральной нервной системе. Она держит эту мышцу в гипертонусе и забыла ее в этом гипертонусе, и не понимает, что она держит гипертонус. Мышцы не работает, сейчас заработает. А нам нужно ее освободить, эту мышцу. Ну что, что вы чувствуете? Вы чувствуете перерастяжение, скорее всего, слева, да? То есть такую тягу слева. Хорошо. Теперь берете правое плечо и поднимаете его к правому уху. Будто у вас тут зажат мобильный телефон. Вот. Сделали складочку. Но мы сейчас не над нужной мышцей, а нам нужно прийти над нужной мышцей встать. Поэтому я плечико немножечко назад сейчас буду отодвигать и делаю перекат головы по этому плечу, так, чтобы моя трапециевидная мышца, которую вы чавкали, оказалась между задней боковой поверхностью затылка и плечом. Чувствуете, что вы зажали эту мышцу, и она между двух костей. Отлично. И мы теперь ждем 30 секунд. Зачем нам держать этот тонус? Это же тонус, да? 30 секунд. Это остеопатическая техника. В остеопатии берете две крайних точки на мышцы, немножечко их сближаете и ждете, пока попустит, пока начнет разъезжаться ткань. Вот. А это что такое? Мы говорим в центральной нервной системе. Миленькая, смотри, мы работаем этой мышцей. Мы ее сейчас сократили. Это же очевидно, ты же чувствуешь, да? Сократили. А потом мы ее расслабим. И ты, пожалуйста, помоги ее расслабить. Не держи ее больше в гипертонусе. Это же очевидное для тебя действие. После напряжения будет расслабление. 28, 29, 30. Возвращаемся в исходную асану. Так. И теперь поработающая трапециевидная мышца, ну-ка вспомните. То есть поймите сейчас, что она сейчас чувствует. Когда вы зажимали, это были одни чувства. Сейчас вы отпустили, это вторые чувства. Во всем не напишите. Но мы ее сейчас удлиним. Значит, одну лапку мы кладем на затылочную часть этой мышцы. Другую лапку мы кладем на плечевую часть этой мышцы. Пальчики можете близко поставить, можете далеко. Но главное поместите их в себя, в ткань свою, как будто бы в маргарин. Верхнюю руку смещайте вверх, а нижнюю вниз. Как бы удлиняя эту мышцу. Но делаем мы это без насилия, без напряжения. Голову не опускаем. Голова ровненькая. Она антенка, смотрящая в небеса. Просто предлагая мышцы. Вот смотрите. Мышца, а что если мягко-мягко, аккуратно-аккуратно, предложу тебе стать длиннее. Как ты смотришь на это? Чем мягче вы сейчас ей предлагаете растянуться, фактически стать длиннее, тем скорее всего больше будет результат. И вы заметите, что ваши пальчики на вашей коже, по коже они не ерзают, но тем не менее, руки разъезжаются, расстояние между ними увеличивается. И напишите на сколько миллиметров, если это так. Как только вы это сделали. Да, кстати, пока едет, пока едет, вы стоите и ждете, пока доедет. Когда доехала и больше не едет. Все, значит вы выполнили упражнение. Вот неудачную я сегодня одежду подобрала, светлая. Но, как отследить результат? Это очень просто. Иногда плечо становится длиннее, чем со стороны без обработки. А вы мне показываете, пишите, что у вас за результаты. Иногда трапециевидная мышца сразу становится не такой пухлой, не такой, видите, бугорок, не так выражен бугорок. То есть более такая покатая. А некоторые видят, что прям с этой стороны будто бы даже длина шеи увеличилась. Такое тоже может быть. Некоторые ощущают, что облегчился поворот. В сторону без обработки он сложнее, а в сторону обработки легче. Если взять пальчики и сейчас пройтись по этой трапециевидной мышце, вот без нажима, просто погладить себя, вы можете увидеть, что со стороны обработки меньше объем тканей. Вот, это тоже можно увидеть. Давайте, пишите, что у вас получилось. Что вы чувствовали, когда вы зажимали эту мышцу? Потому что у каждого по-своему, да? Рельеф изменился. Чудненько. Это очень хорошо. Один... Вы пишите, пишите, а я расскажу. Легче поворот. Вот, пришла я к своей парикмахеру, а она с трудом подымает ножницы. Говорит, Лена, а я так... Легче поворот, да? Я так... Ну, неправильно спала. Люди всегда говорят, я неправильно спала. Или меня простудило. В общем, не могу двигать ни плечом, ничего. Я ей просто с одной стороны, мы вместе сделали, точно так же, как мы сейчас с вами сделали. И что у неё? У неё трапеция ушла вниз, удлинилась плечика. И сразу, сразу прям всё движение рукой стало не таким болезненным. Говорит, это что, чудо? Я говорю, нет, это не чудо, это остеопатическое направление. Чувствую, что шея болит со спины. Вот, кто-то чувствует боль Натали. Здоровая мышца, она не болит. А мышца, которая в гипертонусе, скукоженная, укороченная, с плохим кровоснабжением. Там невозможен нормальный процесс сжигания глюкозы с образованием кислорода и энергии. Но там возможен процесс сжигания глюкозы, не с образованием углекислоты энергии, извините. Но в такой укороченной гипертонусной мышце глюкоза сжигается безкислородным путём, потому что кровоснабжение плохое, с образованием молочной кислоты. Поэтому, вот есть такие мышцы, которые болезненные. Значит, на следующей стороне, девушки, мы с вами до боли не доводим. То есть, если вы сейчас будете делать, вот зажимать, делайте так, чтобы, может быть, чуть чувствительно было, но ни в коем случае не больно. Почему мы не имеем права доводить до боли? Потому что, если мы зашли в боль, мышца ещё сократится, ещё испугается и станет ещё короче. Зачем же нам это? Нам это не нужно. Очень хорошее. Смотрите, ваш результат не зависит от того, насколько сильно вы надавили. Кишки полезли или не полезли, понимаете? Вообще не зависит. Чем мягче вы делаете, тем больше результат. Теперь нужно с другой стороны вырвать, и потом видно разницу. Вот. О, похолодало, понимаю, держало в тонусе. Да. Поэтому нужно хорошо одеваться, чтобы нигде не поддувало. Вот, чтобы вы ходили по улице с гордо поднятой головой, а не вот так вот, понимаете? А то ещё и голос поменяется. Оно нам надо. Хорошо, хорошо. Ну что, пошли дальше? Давайте с другой стороны. Девушки, кто промолчал, давайте обязательность. Вот с этой стороны не молчите, потому что я всегда пристаю к своим студентам. Почему у меня занятие длится два часа? Потому что мне нужно в вас сформировать умение видеть обратную связь от своего тела. Если вы не сформируете, я не сформирую вам этого умения, то, знаете, как все остальные курсы, ну поделала, ну надоела, устала и перестаешь делать. Но когда вы умеете считать, вот, я сделала 30 секунд упражнения, а у меня тут, так, тут, ну в общем всё. Вот тогда вы будете благодарны этому подходу и делать регулярно. Голову бросаем налево, ушком в пол. И теперь эти замечательные несколько секунд, когда вы чувствуете, та сторона, с которой вы уже поработали, вот она сейчас растягивается, не так ли? Смотрите, если вы вывалили живот вперёд, а хвостик отставили назад, не делайте этого. Возьмите хвостик и немножко под себя выровняйте изгиб поясницы. Хвост под себя, изгибов поясницы нет. Пожалуйста. Теперь подставьте, пожалуйста, левое плечо под левое ушко и чуть-чуть прижмите. Если бы вы держали мобильный телефон, вы бы его не выровняли. Не выровняли. А теперь мы делаем перекатик, не отпуская зажим, и надо оказаться на трапециевидной мышце. Вот, я оказалась на трапециевидной мышце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. А теперь смотрите, иногда точка привлекает ваше внимание, потому что она какая-то чувствительная, а к концу десятых секунды уже не привлекает внимания, ну потому что как-то проработалось. Найдите соседнюю точку, может быть это будет ближе к уху, а может быть ближе к позвоночнику. Не болезненную. Болезненную обходите, но чувствительную. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Возвращаемся в исходную позицию. Так, и сразу делаем свою растяжечку. Одна рука на затылочной части мышцы, другая на плечевой части мышцы. Поставили в себя пальчики, как в маргарин, и удлинили, едва заметное движение. Если бы я на вас смотрела, я бы думала, что вы просто держите свои руки на своей трапециевидной мышце, и не заметила бы, что вы удлиняете. Теперь внимание, когда вы удлиняете, у вас два варианта. Тащить вниз-вперед эту мышцу, это я сейчас утрирую, вы же не тащите, да? Или смещать ее вниз, но назад. Вот это вот более правильное направление, потому что нам трапециевидную мышцу нужно вернуть на заднюю часть туловища. Она родом оттуда. Вот и таким образом постоим на мышце и подождем. Сейчас больше внимания с этой стороны уделяем, поехала ткань или не поехала. А если поехала, то на сколько миллиметров? Стойте над этой мышцей и ждите, пока она поедет. А когда поехала, ждите, когда остановится. А когда остановилась, ваше растяжение завершено. Напишите мне, на сколько миллиметров ваши пальчики расползлись, не ерзая по коже. Давайте-ка. Давайте-давайте, пишите. Все-все-все-все-все-все, кто делал. А я пока буду говорить, сколько раз в день делать это упражнение. Рукам в плечах больно, рука в плечах больно. Как это? Немножко непонятно. Девушки, смотрите, это упражнение позволяет удлинить очень крупную мышцу, трапециевидную мышцу. Позволяет вернуть вашу голову в вертикальную ось туловища. Позволяет опять вернуть себе молодую осанку. Улучшить кровоснабжение головного мозга. Предотвратить патологическую извитость кровеносных сосудов. Продлить молодость ваших клеточек. Больших, кора больших полушарий. Соответственно, память, интеллект, скорость реакции. Это невероятно. Можно ли ради этого всего делать это упражнение один раз в день? Хотелось ёрзать и помассировать. Не надо. Вот знаете, ёрзать и массировать, это нам кажется, что нужно тереть. Но это не тот способ совершенно. Мы сейчас работали не с мышцей, а с центральной нервной системой. Показывали. Смотри, ты чувствуешь эту мышцу? Смотри, мы сделали большое ей усилие, большее, чем обычно. Ты же её чувствуешь? Она говорит, у меня есть трапециевидная мышца. Я её как-то давно... Она снята с учёта. А оказывается, она у меня есть. Вот, она, центральная нервная система, опять увидела трапецию. Понимаете? И теперь она будет держать... Ну пусть она держала излишний гипертонус, там, не знаю, плюс 15% от нормы. Сейчас будет плюс 10% от нормы, плюс 8, плюс 3%. И вообще 0% от нормы будет. То есть будет нормальный гипертонус, нормальный тонус со временем. Поэтому массировать и ёрзать не нужно. Просто учимся не держать глупый гипертонус. Выровнялась голова, захотелось разгладить лицо. Вот я о чём. Вот невозможно получить результат по лицу, не получив результат по осанке. Так, рукам в плечах воли на этой стороне. Не понимаю. Болит шея с левой стороны. О! Почему она болит? Значит, там есть укороченная больная мышца. Да, поэтому продолжайте делать это упражнение, но без насилия. Вполовину. Я вам сейчас покажу, как это в половину усилия. Я хочу зажать мобильный телефон, но не доделываю. Лениво. Я хочу перекатиться. Но у меня даже здесь есть расстояние. Это тоже работает. Это тоже укорочение мышцы, но очень незначительное. Мы с вами прям чувствовали соприкосновение это, а вы можете без этого делать. Тоже очень хорошо работает. Нереально хорошо работает. У меня когда-то были такие моменты, когда, вы знаете, вот неправильно спала или просквозила. И так болит. В общем, шейный остеохондроз. С тех пор, как я стала выполнять весь комплекс по шее, у меня вообще отсутствует шейный остеохондроз. Вчера была в спортивном зале, и что-то, видимо, я новое упражнение вчера присоединила. Сейчас есть какой-то дискомфорт. Но он в лопатке, но точно не в шее. Раньше, если бы я что-то там новое не так присоединила, перестаралась, о, всё, это было бы, ну, три дня надо было бы отходить. Так, буду делать несколько раз в день. И, смотрите, вот один раз в день, два раза в день достаточно на самом деле. Справа результат был лучше, точно, мы асимметричны. Когда это делать? Я встраиваю это в жизнь. Например, вы поработали там два часа на своем рабочем месте, два часа поработали. Всё, заведите себе будильничек, чтобы он вам пикнул, а вы выпили воды. Угу. И сделали упражнение. Ваш начальник увидит, что вы так сидите странно. Но максимум он у вас спросит, а почему так сидишь странно? А вы говорите, доктор прописал упражнение для... От шейно-грудного остеохондроза. Всё, это упражнение минуту длится. Вас никто, никто не скажет, что вы занимаетесь не тем. Народ ходит, курит в курилку, и они курят 10 минут, а вы одну минуту тратите на свою шею. Иногда времени ещё меньше. Тогда я, когда жду, когда закипит чайник, стою и делаю это упражнение. Когда жду, когда придёт лифт, стою и делаю это упражнение. И очень хорошо делать это упражнение в общественном транспорте. Сели на задние сидения и вперёд. Если у вас, вы ездите на работу или ещё в офис, на собственной машине, делайте это на светофоре. Остановились, вы видите, у вас 2 минуты стоянка. Ах, моя шея, я иду к тебе. Понимаете, в чём дело? А плечо насколько сильно поднимать? Так, какое плечо, насколько сильно? Смотрите, плечо мы поднимаем. Мы сначала опускаем голову, так, чтобы ухо было как можно ближе к плечу. А потом под плечико подставляем, под ушко подставляем плечико. И ёрзаем, то есть мы перекатываем себя по задней боковой поверхности затылка, чтобы встать на трапециевидную мышцу. Всё, возвращаемся на место и растягиваем. Понятно? Вот, девушки, на курсе «Королевская осанка», на курсе «Трансформации лица», то есть это первый, второй пакет и третий пакет. Ну, короче говоря, вот эта информация есть во всех трёх пакетах. Поэтому присоединяйтесь к обществу молодых, здоровых, красивых, длинношеях, это важно, длинная шея, это не только красиво, но это ещё и физиологично. Это значит, что ваш головной мозг получает необходимое количество кислородопитательных веществ. Кого я не донапугала, извините, просто вы написали, что у вас проблемы с шеей, вот, несколько девочек написали, что звон в ушах, тогда давайте ещё ответьте мне на этот вопрос. А у кого высокое давление? Что такое высокое давление? Это значит, нарушается кровоснабжение продолговатого мозга, где центр контроля артериального давления. Я вообще не верю в то, что можно поставить на место артериальное давление при вот такой вот шее. Невозможно. Невозможно. Потому что головной мозг говорит, у меня плохое кровоснабжение, приказываю иметь высокое артериальное давление. А теперь напишите в чат те девочки, которых иногда водят. Вот вы идёте, идёте на каблуках, а потом вертолёт пролетел в голове. Вы на несколько секунд потеряли вообще представление, а что вообще здесь такое. Ну, в общем, такое головокружение. Или оно такое, хроническое головокружение. И так повторяется время от времени. Это очень мешает жить. Люди уходят на низкий ход, буквально на кеды и тапочки. И боятся упасть. А со временем начинают просить мужа сопровождать, или сына, или дочку сопровождать везде. Понимаете, в чём дело? Вот. Это нарушение кровоснабжения по вертебральным сосудам и нарушенное кровоснабжение мозжечка. Потому что там центр, который регулирует наше положение в пространстве. То есть, если упускать вопросы по шее, по осанке, то можно упустить очень серьёзные моменты по здоровью. Тогда, когда уже ни скальпель, ни таблетка не помогает. Надеюсь, была вам сегодня полезна. Если это было так, поставьте плюсики, плюсики, плюсики. Это мне в позитивную карму. Когда я сейчас закончу, загляните в шапку профиля. Там есть одна единственная живая ссылочка, но активная. Вы на неё кликните. И почитайте составы всех трёх пакетов. Возможно, вас не хватает в нашей группе стройнеющих, молодеющих девочек с королевской осанкой. Буду очень рада. Да, вертолёты бывают, да. Пороговое окружение очень мешает. Да, да, да. Хорошо. Всех люблю, всех целую. Делайте заказики. Если вам как-то дороговато, подождите, когда вам Оксаночка перезвонит. Там менеджер, может быть, вы договоритесь о скидке. Это для пакета, большого пакета скидки. И жду вас 21 ноября в 15.00 по Москве уже на занятиях. Стало легче поворачивать голову. Отлично. Да, кстати, проверьте. Кто-то меня зовёт сзади. Кто? Ага, хорошо. Всё. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...